Че Гевара Был настоящим антисоветчиком Точнее стал им в какой-то момент Есть версия, что советские вожди Жестоко наказали строптивого команданта Так кто же на самом деле Приложил руку к его гибели? Это популярный музыкант Владимир Крестовский Лидера группы Ума Турман Потрясла биография команданта Вся история его жизни И особенно смерти Их было 17 человек Они разделились на две группы Они сидели на дереве И стреляли прямо из крона Че Гевара был в группе, в которой погибли они Видимо частично взяли в плен А в той группе, в которой удалось вырваться Они даже не знали, что Че Гевару пленили Они пытались его как-то найти И даже освободить Смерть героя Романтический финал Но так ли было на самом деле? Подлинная история гибели Че Гевары Это циничное предательство Самых близких друзей Так кто же помог убить команданта? Далеко не все знают Че это вовсе не имя А что-то вроде прозвища На самом деле его звали Эрнесто Рафаэль Гевары Линч Делла Серна Такие длинные имена в Южной Америке Бывают только у аристократов Че Гевара Как раз из обедневшего дворянского рода Он был потомком Последнего вице-короля Перу Но откуда у человека голубых кровей Появились революционные взгляды? Он родился в Аргентине К своим идеям он пришел Путешествуя по Латинской Америке И конечно он с ненавистью Относился к империализму США Потому что империализм США Символизировал всю эту нищету Там богатство, здесь бедность Тут американские компании Тут американские интервенции Во время учебы в университете Буэнос-Айреса Эрнесто исколесил весь континент Проехал тысячи километров на мопеде Начинающий врач лечил простых людей Чаще всего бесплатно Те, кто знал Эрнесто Че Гевара Говорят, что врачом он был от бога Он был хирургом И он был педиатром Лечил детей Историк и дипломат Николай Леонов Познакомился с Эрнесто в начале 50-х Че Гевара путешествовал по Мексике И зашел в советское посольство Где тогда работал Леонов У нас остался длинный разговор Часа на три, наверное В ходе которого, конечно, Че Гевара Просто обрушил на меня целый водопад Каскад вопросов О Советском Союзе, о нашей жизни Окончилось тем, что он попросил у меня Три книги Это Фурмановского Чапаева Николая Струбского Как закалялся там И Бориса Полевого Повести о настоящем человеке Че буквально влюбился в Советский Союз СССР казался ему страной Где нет богатых и бедных И где все по справедливости Он стал сторонником коммунизма В самом что ни на есть Советском Можно даже сказать на тот момент Сталинском варианте Интересный факт В молодости Гевара подписывался Сталин второй Как он сам говорил Ради шутки Но революционными идеями Че болел по-настоящему Главная его работа была Книга «Партизанская война» Гера да Гириллес Это была квинтэссенция Его взглядов на революцию Он считал, что революция Может и должна В Латинской Америке Во всяком случае Произойти вооруженным путем Путем партизанской войны И когда повстанцы на Кубе Во главе с братьями Раулем И Фиделем Кастро Задумали государственный переворот Че присоединился без раздумий Фидель и Че Гевара Были естественно соратниками У них были очень доверительные отношения Которые скреплялись Не просто какой-то Вот такой чисто человеческой Дружбой и симпатией А именно опытом Совместной революционной борьбы Которая была чревата И пленом, и пытками И арестом, и смертью И чем угодно Фидель Кастро и его товарищи Победили Историки называют это Невероятным стечением обстоятельств А потом он участвовал с Фиделем В качестве главного Консультанта и советника Фиделя Во всех экономических И политических переворах А что дальше? Казалось бы, вот она Долгожданная победа революции Так почему же Че Гевара Не успокоился? Ему нужен был Дух революции Дух борьбы Подавления чьей-то воли Управления людьми И даже вот Куба ему оказалось мало Ему потребовалось Снова ехать В Латинскую Америку И там возглавлять Другие революционные движения Знаменитый портрет Че Гевары Мерленский институт искусств Назвал это изображение Самой известной фотографией в мире Но мало кто знает Портрет был опубликован Лишь семь лет спустя После проявки А его автор Не заработал на снимке Ни цента Фотограф Альберто Кордо Именно он сделал снимок Так проникся идеями Команданте Что отказался от авторских прав И денег за фото В отличие от тех Против кого боролся Че Гевара Акул капитализма Они заработали на этом образе Миллион Дженерейшн Пи Фильм по культовой книге Виктора Пелевина Дух Че Гевары Занимает в нем особое место Но что этим хотел сказать автор Людям нравится Потому что есть бренд Как Че Гевара Актер и продюсер Андрей Фомин Сыграл в фильме Сергея Марковкина Человека Который открывает Перед главным героем Мир рекламы И он понимает Почему Че Гевара Стал культовым персонажем Образ Че Гевары Это образ Сильного человека И одержимого Идеей революции Это прекрасный Мифологический образ Который Каждый Примеряет на себя Знаете Я бы назвал его Идеальным героем Он себя сам сравнивал С Дон Кихотом И на самом деле Это сравнение Достаточно Точное Он В определенном смысле Был рыцарем Без страха И упрек В определенном смысле Как и Дон Кихот В 60-е годы 20-го века Сразу после победы Кубинской революции Слава команданты Буквально зашкаливала На фоне Сверхпопулярного Че Фигура Фиделя Кастро Меркла Разумеется Это не устраивало Нового кубинского лидера Есть Такая версия Что Че Был удален Фиделем Из-за Какого-то элемента Ревности К популярности Потому что Не знаю Как на Кубе Но в мире Конечно Образ Че Гевары Пользовался Большей популярностью Вот это был такой Скажем так Бренд Вот мировой революции Не Фидель А именно Че Поэтому Когда Че Гевара Решил поехать в Африку Братья Кастро Удерживать его Не стали Они готовы были Поддержать Любую аферу Команданте Лишь бы он Находился подальше От острова свободы У Фиделю Кастро Были выгодны Оба варианта Че Гевара Побеждает Побеждает Кубинская революция Че Гевара Погибает Фактически Получилось так Он погиб И стал символом В марте 1965 года Че Гевара Бесследно Исчез Спустя полгода Фидель Кастро Обнародовал Прощальное письмо Команданте В котором Эрнесто Отказывался От постов Правительстве И партии Сейчас Мои скромные Усилия Революционера Требуются В других Странах Земного шара Из прощального Письма Че Гевары Позже Стало известно Что Командант И пытался Устроить Революцию В Конго Но она Провалилась И тогда Че Гевара Нацелился На Боливию Он вообще Давно говорил Что Мечтает Освободить И свою родину Аргентину Поэтому Ему не сидело На губе Его поездка В Боливию Она была Вызвана Прежде всего Его желанием Сколотить Партизанский Отряд В Боливии И оттуда Вторнуться В Аргентину Об отъезде Че Гевары В Боливию Знали только Братья Кастро Фидель В Боливию В Боливию Для них Прошло Более важной Казалось Помощь Советских Союзников А такие Люди Как Че Гевара Могли Ей Помешать В КПСС Очень плохо На самом деле Относились К Такого рода Партизанским действиям Тем более Несанкционированным ЦК КПСС А они были Несанкционированы У Брежнева А то была эпоха Брежнева Восходящая Была другая Стратегическая Линия Она называлась Мирное Сосуществование А у того Болосы Че Гевары Создательство Вьетнаму То есть Полностью Противоположное Поэтому Конечно Любви Большое Советское Руководство К фигуре Че Гевара Не питало Че Гевара Критиковал Советских Вождей За отступление От сталинских Принципов Командант И всегда Симпатизировал Отцу народов И его методом Он и сам Не признавал Компромиссов Победа или смерть Абсолютно Так сказать Железное правило Жизни Или победить Или погиб Известный факт Во время Революции На Кубе По указу Че Гевары Были расстреляны Более 8 тысяч Солдат И приверженцев Старого режима Большинство Революционеров Особенно Таких Выдающихся Как Че Гевара Они Живут Постоянно В состоянии Насилия Над другими людьми Революция Это всегда Устранение Одного управляющего Класса Другим Бескомпромиссную Позицию Че В СССР Не поддерживали В отличие От Китая Мао Критиковал Советский Союз За отказ От борьбы С империализмом И за критику Культа личности Сталина В лице Че Гевары Он нашел Благодарного Слушателя Мао Цзэдун Выглядел Более радикально Мао Цзэдун Не соглашался С разоблачениями Сталина С одной стороны Но здесь Для Че Гевары Дело было Конечно Не в Сталине Че Гевары Не был Каким-то Упертым Сталинистом Но и Че Гевары И Мао Цзэдун Были недовольны Тем, что они Видели в Советском Союзе Для Советского Союза Друг Мао Че Гевара Стал настоящим соперником В борьбе за доминирование В Латинской Америке СССР Руками Фиделя Кастро Выстраивал сложные схемы Влияния на президентов И диктаторов Стран Третьего мира А Че Гевара Грозил большими неприятностями И тогда От него решили Избавиться Он никогда бы не остановился И для ЦРУ Это была бы целая проблема Поэтому убить его Это обязательно было Другого решения Американцы не видели Анорато Рохос Простой боливийский крестьянин Гевара лечил его детей Но как только ему Предложили вознаграждение Рохос без промедления Указал спецназу Куда ушел Отряд партизан Че Гевару взяли в плен Его казнили Несколько боливийских офицеров Без суда И следствия Они прекрасно понимали Что они совершают Это злодейство И очень долго Дискутировали на ту тему Кому выполнять Вот этот преступный приказ Был брошен жребий И боливийский офицер Марио Терран Вытащил коротенькую спичку И таким образом Он был назначен Как бы исполнителем Вот этого кровавого злодеяния После казни Че Гевары Отрубили руки И увезли В неизвестном направлении Тело команданта Выставили на обозрение В одной из боливийских деревень А позже Тайно захоронили В братской могиле Че Гевары был неузнаваем Поэтому рубили ему руки Для того, чтобы уже по Доктилоскопическим Оттискам узнать Он или не он Конечно, ЦРУ Полностью, 100% Руководил операцией По преследованию И поимке Че Гевара Рохас жестоко поплатился За предательство Через несколько лет Он был убит Его убийц Так и не нашли Остается только догадываться Кто сделал это Ведь другие боливийские крестьяне До сих пор В прямом смысле слова Боготворят Че Сейчас существует И церковь Че Гевары И секта Че Гевары И построены какие-то Католические там Костелы Которые вместо икон Вместо Богоматери Там портреты Че Гевары То есть чего там только нет Вот И очень странно Очень странно Что не было какого-то Ну не знаю Трибунала что ли Мирового Над убийцами Че Есть еще одна версия О предательстве Некоторые исследователи считают Это сделал Французский журналист Режи Дебре В 1967 году Репортер И его смерти Не раскрыты до сих пор Трагическая гибель Че Гевары Напоминает Об известной истине Революция Пожирает Собственных детей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова